Смотрите сегодня выпуски. Стали известны данные третьего крымчанина, задержанного ФСБ по подозрению в якобы подготовке диверсий. Представители консульской службы Украины удалось побывать у политузников Александра Костенко и Валентина Выговского. Набережная Солнечной долины приходит в упадок. Она не только не восстановлена после прошлогоднего шторма, но и еще больше разрушилась. Трамп из США, отчего ждут крымчане от внешнеполитического курса Америки после избрания нового президента. Третьим задержанным ФСБ оказался капитан второго ранга запаса севастополец Владимир Дудко. Это удалось выяснить изданию Крыминфо. Оказалось, изначально в СМИ была указана неправильная фамилия задержанного. Крыминфо арест подтвердили родственники капитана запаса. По информации из открытых источников, он был капитаном корабля радиоэлектронной разведки «Юпитер» в 1997-2001 годах, а в 2013-м стал членом региональной общественной приемной министра обороны Павла Лебедева в Севастополе. А сейчас он работал в МЧС Крыма. Источник издания Крыминфо, который поддерживал связь с некоторыми сотрудниками аналитического центра «Номос», также сообщил журналистам, что российские силовики предлагали некоторым членам этого центра сотрудничать, а после отказа начали оказывать на них давление. Напомним, двое задержанных – Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов – были экспертами этого центра. Он существовал в Севастополе до аннексии полуострова. К защите Дмитрия Штыбликова уже приступил известный адвокат Александр Попков. Он был защитником Геннадия Афанасьева. По информации брата Дмитрия Алексея Штыбликова, найти, где содержит, арестованных пока не удалось. В Симферопольском СИЗО заявили, что к ним они не поступали. Родные Штыбликова подтвердили, что он работал по гражданскому контракту на складе Черноморского флота и при приёме туда в 2014 году прошёл все проверки российских силовиков. Его брат отмечает, цитирую, «Мы не понимаем, что происходит. На видео мы видим, как его задерживают рядом с воинской частью, в которой он работал. В квартире мы видим страйкбольное оружие, сувенирную продукцию, ничего настоящего и противозаконного там нет. Даже визитка Яроша – это сувенир. Украинская форма амуниции принадлежит больше его жене. Она служила до 2014 года. Возможно, старые бушлаты брата – больше там одежда для страйкбола». Конец цитаты. Из всего показанного на боевое оружие похож лишь пистолет Макарова. Но, как заявляет в сети интернет, коллега Штыбликова по работе Евгений Инальев, человек с пророссийскими взглядами – это подарочный макет. Но даже и наличие боевого Макарова никак не могло бы сделать Штыбликова диверсантом. Далее в видео следует некий схрон, непонятно где расположенный. На странице Дмитрия Штыбликова в сети Facebook его друзья заявляют, он стал жертвой команды на кровопускание для ФСБ. Смесью цинизма и дебилизма действия российских спецслужб назвал секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов. ФСБ продолжает начатый летом бессмысленный бред об угрозе тотального уничтожения российской оккупационной инфраструктуры в Крыму украинскими диверсантами, отметил он. Можно и дальше обсуждать бессмысленные и безумные провокации российских спецслужб и неадекватные пропагандистские штампы подчиненных им СМИ. Но надо четко понимать, отмечает Турчинов, что за этим стоят человеческие судьбы захваченных и истязаемых заложников, а также информационное прикрытие эскалации военной агрессии против нашей страны. Консульский представитель посольства Украины в России 8-9 ноября встретился в исправительной колонии Кировской области РФ с незаконно осужденными в России гражданами Украины Александром Костенко и Валентином Выговским. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины в Фейсбуке. Во время встреч консул проверил условия содержания и состояние соотечественников. Украинцам была предоставлена должная консульско-правовая и материальная помощь. Жалоб на наличие предвзятого отношения или других противоправных действий со стороны администрации колонии заключенные не высказали, сказано в сообщении. В департаменте консульской службы МИД Украины подчеркивают, что будут продолжать и впредь принимать исчерпывающие меры относительно посещения других граждан Украины, которые незаконно осуждены и содержатся на территории России. Напомним, Костенко в феврале 2015 года похитили у дверей его дома в Крыму и вывезли в неизвестном направлении. Позже его обвинили в нападении на сотрудника Беркут во время Евромайдана в Киеве, а также в незаконном хранении оружия. В мае 2015 года так называемый Симферопольский суд вынес приговор Костенко 4 года и 2 месяца в колонии общего режима. Кевлянин Выговский в 2015 году был задержан в Крыму на железнодорожном вокзале в городе Симферополь. Из Крыма его доставили в Лефортовское СИЗО, город Москва. Затем Российский суд приговорил его к 11 годам колонии за шпионаж. Набережная Солнечной долины в плачевном состоянии. Части без того неширокой набережной и строения у моря разрушены. Деревья обрушились и тем самым перекрыли свободный доступ и проезд по аварийной набережной. По состоянию объектов, которые поросли бурьяном и по склонам обвалов над пляжем, видно, что некогда широкая и обустроенная набережная начала давно приходить в упадок. Как сообщили новости Крыма в 2015 году, мощные штормы и непогода размыли набережную села Солнечная долина, расположенного в окрестностях Судака. В результате часть набережной обвалилась. Цитирую. Повреждение набережной Солнечной долины произошло из-за того, что волны Черного моря вымыли грунт из-под ее асфальтового покрытия. В результате природной стихии произошло частичное обрушение набережной – популярного курорта Крыма. Новость о том, что 45-м президентом Соединенных Штатов стал Дональд Трамп, оставив Хилари Клинтон позади, привела Россию в восторг, вызвав аплодисменты в Госдуме. Владимир Путин успел поздравить Трампа с победой даже раньше Барака Обамы. Так называемый депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская, например, считает, что новый американский президент признает результаты псевдореферендума в Крыму. Глава оккупационного совмина полуострова Сергей Аксенов уверен, цитируя, что успех Трампа свидетельствует о том, что в американском обществе есть серьезный запрос на улучшение отношений с нашей страной. А что же думают о победе республиканца сами жители аннексированного Крыма, интересовались наши корреспонденты. Положительно. Ну, по-видимому, это общее мнение. Особенно у русских людей это однозначно. Почему? Потому что он занял достаточно такую трезвую позицию, без всяких вот этих нагнетаний обстановки. А Клинта, наоборот, она и до этого занимала позицию достаточно отрицательную. А в последнее время вообще начала вести себя в неадекватной ситуации. Поэтому я думаю, что сейчас с Америкой будут дружественные такие отношения, более-менее наступит стабилизация. Мы за него болели, чтобы он победил. Но он более к России расположен, ближе. И как бы сказал, что надо помириться с Россией. Я думаю, что никак. Потому что как были санкции, так и будут санкции, ничего не изменится. Положительно, крымчане. Вот мы сейчас беседовали, да? Только сидели, беседовали. Беседовали. И, в общем-то, да. Крымчане положительно. Ну, он менее агрессивный, мне кажется, что вот это Клинтон, да? Она уж очень какая-то агрессивная же. И она очень не любит Россию. А мы любим Россию. Нас своя политика интересует. Когда мы будем здоровые, сильные, то нам по барабану. Трампе. То не наш президент. Если до весны смогут Путин договориться с этим, то, конечно, они автоматически отпадут. Потому что он торгаш. Мы вам то, а вы нам это. Хотелось бы, чтобы, конечно, если добрая воля нового президента действительно не будет расходиться со словами, которые он провозглашал, это не политический пиар, хотелось бы надеяться, то, может быть, ситуация в отношениях между двумя народами, Россией и Америкой, восстановится. Санкции есть? Есть. Очень может быть, что что-то изменится. Хотелось бы надеяться, чтобы у нас с братским народом Украиной произошли хорошие человеческие отношения. Мы рады и счастливы. Отмечаем. Но он за Россию. В Москве, однако, в благосклонности Трампа к политике Кремля сомневаются. Так, глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что лояльные заявления президента США, сделанные во время предвыборной гонки, могли быть ничем другим, как политической рекламой в противовес резкой риторике Хилари Клинтон. Вспомним его риторику. Он говорил, что с Россией нужно выстраивать конструктивное отношение. История, в том числе и новейшая, знает немало примеров, когда предвыборная риторика победившего кандидата менялась в деструктивную сторону по отношению к России. И можно предположить, что Дональд Трамп просто играл с теми или иными электоральными группами, которые были не согласны с резкой риторикой госпожи Клинтон. Хочется надеяться, что позитивное выражение Трампа по отношению к сотрудничеству с РФ, евразийскими интеграционными структурами, окажется реалистичными в случае его победы. Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев считает, что отношения между Россией и США только ухудшатся. Цитирую, как бы дело не дошло до войны, она стала более вероятной сейчас. Конец цитаты. Украинский журналист Юрий Бутусов обратил внимание на то, что предшественники Дональда Трампа, президенты республиканцы, проводили антисоветскую политику. В любом случае, Дональд Трамп получит президентские полномочия уже в следующем году. Утверждение результатов президентских выборов в Конгрессе США запланировано на 6 января 2017 года, а инаугурация нового президента на 20 января.